Беларусь и Брянщина 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 Мы хотим проверять рынки сбыта в России, а это машины, механизмы для сельского хозяйства, это семена, удобрения, чтобы белорусские организации присутствовали на Днеполе, и чтобы сельхозпредводители, где собираются не только в Зверенской области, а можно сказать, с большинства регионов России, чтобы они имели прямой контакт и сразу могли видеть, заключать контракты и покупать ту продукцию, которая сегодня производится здесь. В числе перспективных сфер взаимодействия президент назвал и возрождение чернобыльских земель, ведь Брянская область тоже серьёзно пострадала от аварий на ЧАЭС. О создании благоприятных условий для развития электронной торговли в Евразийском Союзе будут говорить на заседании Межправсовета «Пятёрки» в Алматы. В Казахстан накануне прибыла делегация правительства Беларуси. С коллегами по ЕАЭС обсудят макроэкономическую ситуацию и шаги для устойчивого развития экономик, а также реализацию проекта «Евразийский агроэкспресс», ускоренные железнодорожные перевозки товаров между странами «Пятёрки». Напомним, в Казахстан белорусская делегация прилетела из Астрахани, где провела переговоры с руководством этого российского региона. Обсуждались вопросы сотрудничества в сфере АПК, логистики, поставкам сырья и готовой продукции. В том числе без посредников всей линейки рыбных деликатесов и овощей, раннего картофеля и томатов. Среди перспективных проектов также строительство социальных объектов. Мы с коллегами обсуждали вопрос возможности участия белорусских строителей и в проектировании, и непосредственно в строительстве объектов. Мы определили перечень проектирования, мы определили район, где мы в принципе можем показать и совместно отработать определенные варианты сотрудничества. Мы рассматриваем и непосредственно поликлиника, которая первоочередная на 300 посещений. Мы рассматриваем детские сады и школы, мы рассматриваем живые районы, начиная с планировки территории. Поэтому я надеюсь, что в этой сфере будет тоже хороший положительный результат в ближайшее время. В Беларуси сегодня делается все, чтобы гибридная война не переросла в реальные боевые действия, заявил председатель палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с участниками форума молодых избирателей. Форум проходит впервые и собрал более 100 ребят из всех регионов страны. Учащиеся и студенты вузов и СУЗов в этом году они в первый раз примут участие в голосовании на выборах и смогут определять не только свое будущее, но и будущее страны. Спикер призвал молодежь ценить труд и достижения более старших поколений и при любых ситуациях оставаться настоящими гражданами и патриотами Беларуси. То, что мы обсуждаем вот в этом овальном зале, разрабатывая, принимая законопроекты, мы все делаем для того, чтобы вот эта гибридная война, развязана коллективным Западом во главе с Соединенными Штатами Америки, чтобы эта гибридная война не переросла в реальные боевые действия. Это все удается благодаря той политике, которая проводится президентом Республики Беларусь. Мы делаем свой вклад в будущее нашей страны. И, конечно, мы должны понимать, насколько это важно и необходимо делать этот выбор осознанно. Поэтому такие мероприятия помогают всем нам делать этот выбор правильно. Потому что в любом случае мы уже совсем скоро ознакомимся с программами всех кандидатов. И мы должны обращать внимание на такие факторы, как уверенное в завтрашнем дне, мирное будущее, здоровье наших граждан. Затрагивались как и учебная деятельность, волонтерская деятельность. Мне ближе была волонтерская деятельность, так как я сам являюсь волонтером, я состою в БРСМ. Все здесь за одной целью. Просто чтобы помочь нашим сверстникам и людям, которые будут в первый раз на выборах, помочь им как-то ознакомиться со всей избирательной кампанией. Накануне, в первой половине дня, молодые избиратели побывали в Совете Республики. Там состоялось открытие форума. Спикер Верхней палаты парламента Наталья Качанова отметила, работа с молодежью – приоритет государственной политики. Четыре года назад при Национальном собрании Беларуси создали Молодежный совет. В его составе сегодня 138 человек. Они интересовались жизнью нашей страны, они интересовались, как достичь каких-то профессионального роста в своей жизни, какие ощущения были в первый день прихода на работу. Когда есть вопросы, ты понимаешь, что ты достучался со своей информацией до ребят, и им интересна была эта встреча. Конечно, когда они придут на избирательные участки 25 февраля, они уже с большим пониманием будут осознавать, что они непосредственно участвуют в дальнейшей судьбе своей страны, отдавая свой голос за депутата. Завершением первого дня форума стала молодежная шоу-программа «Беларусь будущего. Выбираем вместе», на которую приглашены политические и общественные деятели, артисты белорусской эстрады. Уже сегодня участники форума обсудят и зададут все интересующие вопросы министру образования и главе Центра избиркома.